Потоп по Новосибирске. Дачники до сих пор устраняют последствия майского паводка. Там, где вода не уходила дольше всего, земля покрылась толстой коркой, погибли садовые деревья и все посадки. Возможно ли еще вырастить урожай, выясняла Варвара Левченко. У людей есть очень состоятельные дачи, диваны по 130 тысяч, просто все это, но их же не выносить, не выбрасывать такие деньги. Антисептиком люди обрабатывают, чтобы что-то сохранить. Июнь. Дачники возвращаются на участки и подсчитывают ущерб. На свалках мебель, одежда, испорченный электроинструмент. Спасатели в дачных сообществах откачивают воду. Вот тут вот можжевельник был, пропал. Вот видите, пеньки одни остались. Сирень вся пропала. Июль. На дачах продолжают наводить порядок. Люди выкорчевывают сгнившие деревья. Почти у всех пропали малина, крыжовник, яблони, смыло грядки, разрушило теплицы. Тамара Васильевна уже 30 лет живет летом на даче в садовом обществе «Тихие зори». Сейчас на ее участке порядок. Ничего не напоминает о наводнении. Цветут розы. На грядках уже большие всходы моркови, свеклы и лука. После паводка она вместе с мужем все пересадила. Ну и когда она начала подсыхать, на земле стали появляться трещины. И за голову берусь, думаю, что же с ней делать, как же с ней это вот, с чего начинать. И вот только вилами я начала тут как-то эту землю шевелить. Где можно, я ее расковыряла, подрыхлила. Ну и так потихоньку-потихоньку, вот весь участок, я землю ковыряла. И заодно видно, где что пропало. От паводка пострадала и дача знаменитого новосибирского фермера Людмилы Шубиной. Но она не отчаивается. Дает советы садоводам-любителям. Копать, копать и еще раз копать. Почва, в общем-то, это живой организм. И она на данный момент себя чувствует как утопленник. Вот просто кислород весь вытеснили из почвы и все. То есть перекопать все очень хорошо. Кто не успел что-то посеять, еще не поздно посеять такие культуры, как редис, укроп, лук-батун, пекинская капуста. К октябрю уже будет урожай. Еще один вариант – участок перекопать и посадить седираты. Это растения удобрения. К ним относят фацелию, редьку, горчицу, белую пелюшку. Особенно сейчас полезны для земли бобовые культуры. Они помогут оживить почву, объясняет Людмила Шубина. Фермер уверяет, не стоит беспокоиться и того, что размыло дачные туалеты. Фекалии всегда использовали как удобрение. В общем, у тех, кто в этом году хорошо поработает на дачных участках, на следующий год обязательно вырастет богатый урожай. Если потоп не повторится. Варвара Левченко, Александр Кабукин. Новости ОТС.